В Школе номер 90 Однако выполнять свои замыслы правящая партия стала насильственными методами, в результате чего развернулась гражданская война. Масса людей двинулись из-за предела Афганистана, а именно в Пакистан и Иран. Из Пакистана на территорию Афганистана доставлялось современное оружие, а также там тренировали бойцов. Известно, что к концу 1979 года на территории Афганистана было около 40 тысяч бойцов оттуда. В этом же 1979 году известно, что афганское правительство обращалось к советскому правительству с просьбой о вводе войск и военном присутствии около 18 раз. И в декабре этого же года часть церковой армии отправилась на территорию этой страны. 9 лет, 1 месяц и 19 дней длилась эта война, противоречивая для самих афганцев. Основной задачей советских войск на территории Афганистана была охрана колонн с грузами, особо важных стратегических районов и правительственных объектов. Под термином «афганская война» в России понимают период с 1979 по 1989 годы. На самом деле гражданская война там продолжается по сей день. С 1980 по 1989 годы происходили кровопролитные стычки, потери в которых оказались слишком велики. И в 1985 году Михаил Горбачев заявил о том, что дальнейшее пребывание советских войск на территории Афганистана бессмысленно, так как это несет большие потери людей и техники. И в этом же году в наши войска начали постепенно выдвигаться из Афганистана. Потери для всех оказались слишком велики. Известно о 15 тысячах погибших. Одним из них был выпускник нашей школы Василий Васильевич Пастернак. Василий Васильевич Пастернак учился в нашей школе с 1972 по 1980 годы. Учился он неплохо, был очень веселым и дружелюбным парнем. По окончании восьмого класса поступил в техникум железнодорожного транспорта, где благополучно отучился до третьего курса, а после отправился добровольцем в Афганистан. И в 1986 году его матери Хусейново Людмиле Степановне пришло извещение о смерти сына по причине тяжелой болезни. Василий Васильевич Пастернак посмертно был награжден грамотой президиума Верховного Совета СССР, медалью «Войну интернационалисту» и орденом «Красной звезды». На стене нашей школы расположена мемориальная доска, посвященная Василию Васильевичу Пастернаку. Ученики нашей школы чтут и упомнят подвиг нашего выпускника. Субтитры создавал DimaTorzok